Салам алейкум, ва рахматуллах и ва баракатух. Сегодняшний ролик, я вот, все-таки вот этот вот молодой человек, Али, да, меня, можно сказать, доконал своими вопросами. И вот я сегодня хотел посвятить этому прям целый ролик даже. То есть вот я читаю, значит, да, во-первых, этот человек Али, да, он разговаривает неуважительно. Это вот тебе вот огромный минус, понимаешь, со взрослыми людьми всегда проявляю уважение. Это первая черта твоего ислама в сердце, твоя совесть. Если у тебя совесть есть, значит, тебе есть имам в сердце, вера, то есть, по-арабски имам. Значит, вот он мне пишет, значит, Яргали, будьте любезны, в Коране в каком суре, в каком аяте сказано, написано, что призывайте именно тех, кто дорог и близок. И вот пишет, рассказываешь в Агаз, говоришь, ну, давай, тогда следующий ролик, пусть будет в Агаз, и послушаем вашу Агаз, и поинтересуемся у имамов, ученых, ислама. А то я смотрю, из себя пророка делаете или лжете. Вот так вот, знаешь, заявляет молодой человек. Хорошо, я вот это видео тебе посвящаю, как сказать, Али, да? Значит, смотри, Али, во-первых, я тебе одно скажу, да, что, почему я не люблю ваххабитов, да? Во-первых, я не люблю ваххабитов, потому что они, эти, как их сказать, отщепенцы, да, я их по-другому не называю, даже еще хуже скажу, это шайтаны, понимаешь, да, они захватили то, что им не принадлежит. То есть, они, во-первых, разрушили исламский халифат туда, это исламский халифат, если бы не они, возможно, еще бы сейчас бы существовал, так же, как Англия, Великобритания, так же, как Япония, например, так же, как Китай, уже сколько тысячелетий существует, так бы и существовал на сегодня исламский халифат. Это уже во мне вызывает, понимаете, ненависть к ним, это раз. Во-вторых, в этом исламском халифате в руководство стояли потомки пророка Мухаммеда, саллаллаху, аликим, ассалям, понимаете? То есть, благороднейшие люди стояли там во главе этого халифата, так же были, стояли у руля и сподвижники потомки пророка Мухаммеда, ради Аллаху, аликим, да, и они свергли их, эти хабиты, вот на которых ты вот все время там озираешься, все у них там, ищешь там какие-то вопросы, ответы. И потом, у каждого мусульманина должен быть свой устаз, то есть, свой учитель. Вот у тебя, Али, вот кто твой устаз? Например, мой устаз, я тебе скажу, мой устаз – это шейх Юсли Ружди, это из благословенного исламского университета Алясгар, это в Египте находится, это вот мой устаз, это мой учитель, я его считаю своим учителем. Так же и ты должен найти себе своего учителя, а не бегать вот так там, у того спросил, у этого спросил, у того спросил. У каждого мусульмана должен быть свой устаз, свой учитель, которому ты доверяешь, который тебе близок душой, и он тебе должен отвечать на эти вопросы, а не я. У меня нет такой учебной степени, я не такой прям великий ученый, у меня нет таких знаний, понимаете. Поэтому на твой вопрос я отвечу, это простой вопрос, знаете. Нормальные мусульмане, они все это знают. Значит, почему ты вот спрашиваешь, да, нужно, чтобы призывать своих родственников в первую очередь, и своих близких, и тех, кто тебе дорог. Так, потому что этот, когда посланник Аллаху алейкум ассаляму, саллаху алейкум ассаляму, да, тоже призывал, то есть ему было послано именно сура массад, пальма волокна переводится, в Коране вот найди. И в этом пальма волокна так и написано было, что это было послано как утешение, значит, посладнику Аллаха, пророку Мухаммеду, саллаху алейкум ассаляму, когда он призывал своих близких родственников, они отказались, потому что там был один вредный такой, знаете, Абул-Ляхаб, да, ну, учите, учите, пожалуйста, я вас прошу, жизнь пророка, и вы все это будете знать, зубок нужно это все знать. И вот, когда ему, значит, пришла эта, пальма волокна, в ней говорится, вот сейчас прям прочитаю, что, в котором есть повеление Аллаха, который говорит, что при каждой возможности призывал членов своей семьи и своих родственников к истине, Термези Зюхт, седьмой аярд. Поэтому призыв к исламу является также и нашей обязанностью. И этот призыв мы должны начинать с наших супругов, детей, братьев и сестер, то есть наших ближайших родственников, рассказывая им о нашем Господе, о Его посланнике, о Коране, о цели нашего сотворения, о тех обязанностях, которые на нас возложены. Да, призыв к религии является для нас долгом перед нашими родными. Пока наш язык шевелится, пока у нас есть силы, возможности выполнения этой обязанности, является ваджибом для нас. То есть обязательно условие – ваджиб. пренебрегать своей семьей и родственниками, не уделяя им никакого внимания и не разъясняя им религию, в то время как заводим дружбу с совершенно незнакомыми людьми, противоречит, естественно, положению дел, представляет собой большое бедствие и опасность. То есть нельзя, как Ленин с бронепоезда наскочил, да, там, у тебя там дома пьянство, твои родственники, да, не хотят принимать ислам, а ты тут побежал, там, на всех плюнул и на бронепоезд там забрался и кричишь там «Аллах акпар, Аллах акпар». То есть нет, ты должен вести порядок у себя дома. Вот в этом и есть сила ислама. То есть начинать нужно со своих близких родственников. Понимаете? Именно, а потом уже дальше круг расширять, расширять уже чуть дальше, чуть дальше. То есть ты не должен там бегать, кого-то там, кого-то поймал на улице и ему объяснять. Вот такой-такой. Понимаете? Пока ты дома у себя не навел порядок, ты не имеешь права, у него есть свой. И вот ты вот говоришь, что я там возобнил себя посланником. Да, если ты в своем роду первый понял Ислам, тебе Аллах дал до этого сердца твой, то ты посланник, да, ты посланник, но только для своего рода, для своей семьи. Понимаешь? И вот ты должен там это вести, вот эту миссию. Если пророк Мухаммед, саллаллах алейкум ассалям, был посланником для всего мира, для всего человечества, да, то ты, если ты первый принял в семье Ислам, да, то ты являешься посланником для своих близких родственников. Пойми это правильно, понимаешь? А не бегай там, к соседу там докопался, или там в школе там со своими там, вообще там поймал там самого слабенького, и прокачиваешь его, понимаешь? Нет, понимаешь, у него есть свои посланники, у него дома, понимаешь? Вот так должен быть Ислам развиваться. И пренебрегать, значит, своей семьей, родственниками. Это вообще считается, как вот здесь написано, противоречит естественному положению дел и представляет собой большое бедствие и опасность. Вот так вот написано. И также Аллах Всевышний говорит в Коране, призывай на путь Господа мудростью, доброму вещеванию, и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину твой Господь знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем. Ан-Нахаль, 16, 125, 16 сура, 125 это стих. То есть, я надеюсь, я тебе все правильно объяснил, но лучше всего, Али, возьми Коран, да, возьми, читай, но лучше всего я тебе говорил до этого. У тебя должен быть свой устаз, учитель. Обязательно должен быть, ты выбрать должен быть своего учителя, который бы тебя учил этому, но ты должен его выбрать своим сердцем, чтобы ты, то есть, понимаешь, чтобы не заблудиться, да. Вот я, например, выбрал, я уже говорил, мой учитель это шейх Юсри Рушди, это он преподает, на сегодня он преподает, он живой, он преподает в Египте, в благородном заведении, Аля-Азхар. То есть, ты также должен выбрать себе учителя, живого, сегодняшнего, которым мог бы ты вот так общаться, понимаешь? Но, по идее, вообще твоим учителем должен быть, как бы, как принято у нас у казахов, да, должен быть отец, либо дедушка, кто в глава там Аксакал, в вашем роду, да. Вот возьми вот чеченцев, вы думаете, что просто так, что ли они вот так вот живут, что они подчиняются там Аксакалам, там, это есть шариат, это есть благородный шариат, что они исполняют. И у нас у казахов так же было всегда. А то, что сейчас идет искривление, я тебе до этого говорил, что ваххабиты захватили нашу Каабу. То есть, я с этим абсолютно не согласен. Я поэтому не люблю ваххабитов. Это мягко, конечно, сказано, что я их не люблю. Потому что они захватили чужое. То есть, какой-то там, как сказать, самых низших низов, да, вот, человек, да, в котором там ходил, там чабаном где-то работал и теперь сидит во главе государства, понимаешь? То есть, есть же у нас вот сколько хороших государств, где сидят из поколения в поколение, из поколения в поколение. Это вот Великобритания возьми и царств, королевство, да, возьми он Японию, например, да, но они там все христиане, там, католики, там, еще кто-то там. А у нас, значит, в исламе, у нас потомки пророка Мухаммеда, саллаллах, алейкум, ассалям, это вот на сегодня, это вот Абдулла II, это король Иордании, вот он как сидит там, сидит, вот я вот страну Иордании, я уважаю за это, за то, что они сохранили потомка пророка, он сидит у власти, и также есть другие страны, где являются также потомки и пророка, и его сподвижников, и а вот Саудовского равя я не уважаю, потому что там сидели, там был исламский халифат, я тебе говорил до этого, но они уничтожили его руками английского оружия, понимаете, только с одной целью, чтобы самому прийти к власти, то есть я считаю, есть шайтаны, понимаете, поэтому я бахабитов не люблю, ну, еще я тебе еще скажу, вот смотри, принц Карим Агахан, такой есть четвертый, он является одним из известных потомков пророка Мухаммеда, саллаллаху алейкум ассаляма, да, и он сегодня не имеет собственного государства, понимаешь, из-за таких, как ваххабит, ваххабиты, он не имеет своего собственного государства, он но он имеет титул принца, который ему даровала, запомни, британская королева Великобритании, за особые заслуги перед Лондоном, видишь, аксиома, да, потомок пророка Мухаммеда, саллаллаху алейкум ассалям, ходит без своего государства, а королева Великобритании, ему дарует, значит, титул, и на сегодняшний день в мире насчитывается около несколько, несколько, ну, которые являются вот руководителями таких государств, то есть потомки, благороднейшие потомки, понимаешь, то есть я считаю, в Казахстане у нас тоже так должно быть, то есть не должны управлять нашим Казахстаном, да, какие-то потомки вчерашних, там, этих, не знаю, кто он там был, там, пастух, там, или там, еще кто он, там, я считаю, что в Казахстане тоже должны быть управлять, например, потомки, например, Кени Сары, или Аблай Хана, Абай Хана, либо Аблай, Абая, да, вот, поэта нашего, тоже благородная кровь не течет, или, например, там, еще кто-то там, будет мало у нас благородных кровей в Казахстане, и вот, когда такие люди управляют страной, вот тогда будет порядок, понимаешь, потому что даже в далекие, в те времена даже говорили, что самый плохой господин это вчерашний раб, то есть самый плохой господин это вчерашний раб, то есть это было мое личное мнение, значит, я надеюсь, я тебе все грамотно объяснил, еще раз повторюсь, найди себе устаза, найди себе учителя, и призывай, делай призыв, это благородное дело, и призывай своих близких родственников, начни с них, с жены, с детей, с мамы, папы, братьев, сестер, и уже пошел там двоюродным, нагашижал на троюродных там, и вот так вот по кругу на увеличение идешь, а не то, что там побежал на площадь там, и с бронепоеза там кричишь там, Аллах Акпар, Аллах Акпар. Нет, дорогой, у каждого, у каждого есть свое, понимаешь, у каждого есть, вот поэтому мы и делились на рода, в исламе это было всегда, и поэтому желаю тебе успехов, Али, изучай ислам, изучай, и запомни, что пророк Мухаммед, саллаллах, алейкум, ассалям, говорил, что когда вы встречаете мусульманина, да, любого, неважно, там, шейх, там, или какой там, всегда помните о том, что он, этот мусульманин, которого ты встретил, знает то, чего не знаешь ты, это говорил пророк Мухаммед, саллаллах, алейкум, ассалям, это достоверный хадис, поэтому, когда разговариваешь с мусульманами, веди себя вежливо, разговаривать достойно, понимаешь, нельзя обижать мусульман, мы, мусульман, друг друга не должны обижать, это с тех времен еще идет, со времен пророка Мухаммеда, саллаллах, алейкум, ассалям, но, салам алейкум, всем, всем, салам алейкум, рахматуллахи, ва баракатух, пошел я спать, уже поздно, всем вам, салам алейкум, Продолжение следует...